Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня у нас с вами будет сладкий мукпанк с двумя чизкейками. Точнее, с двумя кусочками чизкейков рецепт, на которые будет в инфобоксе. Обязательно переходите. Мы их приготовили сами, хотя они выглядят вообще как покупные. И я чуть снимала видео, и там была селедка под шубой. Я увидела там комментарии. Девочка пишет, да это вы не приготовили, это покупная. Мне кажется, это самый большой комплимент, когда тебе говорят, что то, что ты приготовил, это покупное. И тебе не верят. В общем, как-то так. Здесь у нас гигантские просто клубнички. Посмотрите, какой размер. Вы когда-нибудь видели? Я, честно, никогда в жизни не видела такого размера. Это нашла мамочка специально для мукпанка. Стоили они ужасно дорого. Ужасно просто. Я заранее извиняюсь за своих соседушек. Они пылесосят. Решили сделать сейчас уборочку. И это немножечко слышно, так как у меня чувствительный микрофон. И давайте приступим. Ой-ой-ой. Как же вкусно. Я уже один кусочек схомячила. Но потом... Ой. Решила мукпанк снимать. Я изначально мукпанк не хотела. Ай-ка-то, что очень аппетитно смотрится. Здесь киви. Клубничка не дает мне покоя. Просто смотрите. Мама говорит, давай ножик тебе дам. Разрежешь клубнику и съешь. Я говорю, не переживай. У меня во рту поместится. Сегодня уже было видео с роллами. Я решила, что почему нет. А вот почему нет. Решила еще одно. Закинуть вам. Так вот, что насчет прямого эфира в инстаграме. Мы с вами договорились. Назначили встречу. И подвел интернет. К сожалению, у всех зависало. Поэтому пришлось выйти. Я позвонила своему интернет-провайдеру. И пожаловалась на скорость. На что мне сообщили, что сейчас у всех такие проблемы. То есть я не одна у них. Поэтому как только закончится карантин, я поменяю себе интернет-провайдера. Знаете, одно дело у одного человека глючит. А другое дело у всех. Когда у всех это уже не дело. Это уже не интересно. Ой, господи. Как же неудобно этой вилкой. Вот железной. Очень удобно. Значит, у меня еще клубничка спряталась. Вот если честно, прошлая клубника, которая была помельче. Она была вкуснее. Хотя это вот пахнет клубникой. Но, знаете, чувствуется, что что-то не то. Что-то сюда добавили. Какие-то, может быть, солитры. Или как это называется. Сегодня устала. Смотрела ноутбуки. После коронавируса у нас это. Везде акции, везде скидки. В магазинах техники. Я решила зайти, действительно, убедиться, есть ли скидки. На самом деле, скидки есть. Но они такие огромные. О которых нам кричат в рекламах. Да, я подумаю над тем, чтобы купить себе ноутбук. Знаете, в твоих делах вообще ноль. Но, слава богу, есть интернет. Даже не то, что, знаете, вот прям интернет. Круто, что есть YouTube. И благодаря YouTube мы узнаем то, что вообще не знали. Я элементарно ввела в YouTube в поисковике. Как выбрать компьютер? Какие параметры существуют? Вот раньше, когда я покупала компьютер, я просто зашла в магазин. Мне первый, который понравился. Я смотрю, стоит недорого. Возьму-ка я его. Ни о каких параметрах я тогда не думала. Вообще. Я просто хотела белый ноутбук. Тоже консультант немножко в шоке был. Когда я сказала мне, пожалуйста, белый ноутбук. А сейчас я посмотрела видео одного из блогеров. И столько полезной информации узнала из этого видео. Такие, как, например, видеокарта, разрешение и все такое. То есть, все настолько подробно, настолько понятно вам объясняют. И абсолютно бесплатно. Реально, я очень рада, что YouTube вообще появился. И мы очень много информации черпаем оттуда. Узнаем что-то новое. И это очень круто. И просто взамен ты просто просматриваешь рекламу. Мне кажется, во. Круто. То есть, чего только нету на просторах YouTube. И вот после того, как я посмотрела одно видео. И оказывается, все не так уж сложно. Раньше я думала, ой, вот эти все цифры непонятные. Что такое видеокарта. Кусмин ремонт, что ли, начал. Ну, в общем, очень вкусный чизкейк. Просто гигантская клубника. Так вот. После того, как я посмотрела видео. Я зашла в разные интернет-магазины техники. И уже я могла сравнивать цены. Потому что я смотрю параметры этого компьютера. Смотрю что-то наподобие, как в другом магазине. Я уже могу сравнивать цены. А раньше... То есть, так много разновидностей компьютера, что моделей, да. Я никогда не могла сравнивать цены в разных магазинах. Оказывается, если вы обычный пользователь, вам дорогой компьютер совершенно ни к чему. Если только вы монтируете видео, вам нужна мощная видеокарта. Все эти прибамбасы. Я реально, если бы можно было вернуться назад и что-то изменить, исправить в своей жизни, я бы, наверное, поступила в факультет информационной технологии. Ой, господи, куда ты упал? Сидеть здесь, я сказала. Вот. Потому что это все двигается вперед. Просто огромными шагами. Мне реально очень интересно. Мне интересно устанавливать какие-то программы, узнавать что-то новое. Элементарно пишешь на ютубе, как установить такую-то игру. Тебе подробно все это показывают абсолютно бесплатно. А раньше, например, если бы не было бы ютуба, надо было вызывать какого-то специалиста, платить ему дополнительные деньги. То есть, на самом деле, очень полезная платформа. Вот я уже присмотрела. Один ноутбук. Компьютер, знаете, моноблок и все такое. Я брать не хочу. И мой ноутбук. Хороший ноутбук. Если хороший. 1300. 250 стоит. Вот середнячок. Я могу себе позволить. Да. А почему нет? Посмотрите просто, как красиво. Как красиво. Кто не любит приторно-сладкие тортики, вот приготовить такой чизкейк дома, вот, и дешево, и вкусно. У нас был одноклассник. И он в то время, я даже сейчас не знаю, как это делается, но он в то время создавал сайты, а потом продавал их. И продавал недешево. В то время за 30 тысяч рублей продавал сайты. Я понимаю, что я до сих пор не знаю, как делается сайт. Вообще, что, как, почему. У меня есть знакомый программист, и он говорит, что скоро, говорит, изобретут программу, которая, как бы, будет решать вопросы бухгалтерии, и, по идее, бухгалтеров так много даже и не надо будет. Айтишники нужны всегда. Ну, не знаю, почему-то у нас приемлемое большинство, преимущественно большинство айти-мастеров, так скажем, это мужчины. Не знаю, с чем это связано. Я хочу улучшать качество своего видео. Я смотрю, например, блогеров-миллионников, например, да, американских, и у них настолько крутой монтаж, настолько крутое разрешение. И я бы не против это все делать. И я-то, в принципе, не против это все делать. Но мой компьютер не тянет. Нужно покупать дорогой компьютер. Вот. То ли в кредит брать, то ли еще что-то. Но я выкладываю свое любимое дело. Надо. Надо двигаться вперед. Потому что, знаете, сейчас зрители очень разбалованы. Особенно мукбанг. Это люди смотрят в основном, ну, такие, знаете, богатые. Поэтому нужно вкладывать. А еще, помните, я в сообщество оставляла ссылку на мое интервью. Так оно на первом месте, представляете? Ну, к сожалению, там мне в комментариях писали девчонки, что они не могут перейти. Это те люди, которые живут в России. К сожалению, Россия заблокировала этот азербайджанский сайт. Поэтому вы не можете. Мне, конечно, безумно приятно, что мое интервью на первом месте. На первом месте, представляете? Остался небольшой кусочек чизкейка. Также хотела сказать вам огромное спасибо всем тем, кто пишет какие-то комментарии. Например, мне вот девчонки в Инстаграме писали, что вот они тоже купили компьютер, моноблок от Apple. И остались очень недовольны, потому что все программы, нужно покупать рейтензионные, на это тратить деньги. Не знаю. Даже программист, говорят, устанавливает какую-то программу дороже на Mac, чем на Windows. Да, понимаете? Поэтому, учитывая все эти моменты, я решила выбрать себе по карману. Главное, чтобы работоспособность была высокая. А вам спасибо, что досмотрели до конца. Было очень-при-очень вкусно. Я наелась, честно, даже обожралась, можно так сказать, потому что сладкое много, я кушать не могу. Ссылочка на рецепт внизу. Обязательно заглядывайте. Ставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Всем пока!